Поддержка программы «Особое мнение» Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надежные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнер на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. Особое мнение. На 101-ФМ. В эфире программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занькосова. «Особое мнение» сегодня высказывает руководитель региональных программ фонда «Соработничество» Михаил Курашин. Михаил, добрый день. Добрый день. Готовясь к нашей сегодняшней встрече, я, конечно, посмотрела, заглянула в ваш фейсбук. Поскольку вы в новом статусе и сейчас присутствуете в нашей программе, так и сразу захотелось на вы обращаться, Михаил. Новый статус фонды. Серьезное дело. Мы сегодня будем говорить о, я бы сказала, как мне кажется, новом мощном тренде, обозначенном, как ни странно, президентом Российской Федерации. Этот тренд называется «НКО теперь будет иметь серьезную поддержку и заниматься НКО будут профессионалы». Я буквально могу процитировать Владимира Владимировича, который сказал, что необходимо расширять ресурсные центры в социальной сфере и поручать компетентным людям работу с некоммерческими организациями. Мало того, он сказал, что в ходе работы с губернаторами мы обязательно будем работу с НКО продвигать, я цитирую. Я уверена, что мы это сделаем. И дальше он говорит, что на уровне Федерации будет с этим работать Ольга Юрьевна Голодец. Сразу вспоминаются намеки прессы, что приедет Владимир Владимирович в ближайшее время в город Киров. Официально об этом нигде не заявлено, кроме Котельнича, никто не заявил. Но, тем не менее, мы об этом тоже поговорим. И так он говорит, что поручать компетентным людям нужно работу с некоммерческими организациями. Что это значит? Ну, опять же, к сожалению, тема некоммерческих организаций, их роли, их место в общественной жизни и их дружба, протнешься с государством, это тема, которая волнообразно то всплывает, то пропадает на фоне нашей жизни. И этому есть множество причин. И понятно, что до недавнего времени тема дружбы с некоммерческим сектором определялась политическими задачами. и активизировалась в период подготовки избирательных компаний. Но в конечном итоге, как бы мы не обходили эту тему стороной, некоммерческие организации есть, они существуют, они появляются, они развиваются, и они все активнее пытаются занимать место на рынке оказания социальных услуг, в поле политики, связанной с решением социальных задач, социальных проблем. И в конечном итоге, вот все заявления, которые были предыдущие, и в том числе настоящие, они должны воплотиться в некое понимание, в некую идеологию того, что все-таки теперь уже от этой темы не отойти. То есть признать наличие НКО как одного из ключевых игроков на поле социальной политики, на поле общественной политики, на поле политики, и пытаться выстраивать взаимоотношения с ними. Я на сайте seorg.ru, там так и называется статья «Путин на встрече с лидерами НКО в каждом регионе должен быть ответственный за работу с гражданским сектором». Давайте все-таки вот сейчас этот момент обозначим. В нашем регионе есть ответственный за работу с гражданским сектором? Насколько я знаю, в Министерстве внутренней политики такой специалист есть. Вопрос его компетенции, ну это вопрос, наверное, такой достаточно дискуссионный, потому что человек мало себе представляет, что такое некоммерческий сектор, и мало себе представляет о том, как с ним работать с точки зрения его вовлечения в решение государственных задач. А, собственно, нужно понимать, что работа с некоммерческим сектором со стороны власти, это не просто придумать какие-то грантовые конкурсы и раздать бюджетные средства. То есть речь и в рамках выступления президента, и в рамках выступления заместителя главы администрации президента Киренко, речь идет о том, что некоммерческий сектор, общественный сектор должен стать полноправным партнером в экспертизе управленческих решений государства, в планировании, в стратегировании, в оценке, и в том числе с точки зрения исполнителя и ответственных лиц за реализацию государственных задач. Как фамилия этого человека, который у нас отвечает за ним? За это Владимир Михайлович. А прежде, я помню, эту должность исполнял Александр Булдаков, который нынче член общественной палаты. Александр Булдаков, да, он сейчас член общественной палаты. Насколько я сейчас знаю и владею информацией, он продолжает работу, связанную с взаимодействием с некоммерческими организациями. В ближайшее время, в том числе с его участием, общественная палата организует учебные семинары для некоммерческих организаций. По-моему, 4 августа, где как раз речь пойдет об участии в конкурсе президентских грантов. То есть у нас эти функции общественная палата на себя взяла нынче? У нас, на самом деле, эти функции переходящие идут от всех. То есть у нас есть в общественной палате Олег Ткачев, который еще с конца 90-х годов называется ресурсным центром поддержки некоммерческих организаций Кировской области. У нас эти функции выполняют крупные некоммерческие организации в лице таких, как Наталья Алексеевна Катаева, Наталья Ивановна Шитько. То есть у нас понятие ресурсного центра не представляет собой какой-то единой структуры. Это, скорее всего, такой холдинг ресурсных людей, которые объединяются, когда есть какой-то заказ или какая-то потребность. Этого будет достаточно сейчас на данном этапе? Мы же рассказываем про заявления Кириенко и Путина не старые, не трехмесячные, не годовалые давности, а свежие буквально на днях. Это, естественно, будет недостаточно, потому что в конечном итоге сам по себе ресурсный центр – это не просто, еще раз говорю, какая-то новая единица, юридическое лицо, которое сидит и ждет, когда к ней начнут ходить некоммерческие организации или когда эти организации будут приходить только для того, чтобы получать помощь в написании заявок на гранты, на грантовые конкурсы и только для этого. То есть функция ресурсного центра заключается в том, что они должны формировать и экспертное сообщество, они должны заниматься организацией школ НКО. То есть, опять же, понятие такое достаточно избитое, но я в него вкладываю именно то, что на сегодняшний момент, и в своих материалах я уже обозначал эту тему, время самодеятельных НКО прошло. То есть сейчас время профессионалов. И, к сожалению, у нас нет ни одного факультета, ни одной учебной программы, где бы можно было выучиться, предположим, наркодителем некоммерческой организации. Зато у нас сейчас открываются факультеты и даже открываются специальные программы в президентской академии для чиновников, которые будут заведовать социальным предпринимательством. То есть развивать социальное предпринимательство, и Путин сам сказал, что буквально вот тут на днях будут приняты законы, которые определяют статус социального предпринимательства. Ну, я скажу больше, что на самом деле вот те части заявлений, которые были и в выступлениях президента, и в выступлениях Кириенко на молодежном форуме, да, там, это лишь отдельные, скажем так, элементы. В целом, на сегодняшний момент разговор идет о том, что необходимо всю систему, связанную с созданием, поддержкой, привлечением некоммерческих организаций, вовлечением, повышением гражданской активности, необходимо навести, во-первых, в ней порядок. Да, потому что там на сегодняшний момент, там, с точки зрения тех же даже там грантовых конкурсов, которые проводятся и на уровне муниципалитетов, регионов, федеральных уровнях и так далее, творится черт-те-чо. И не случайно, предположим, там, одним из первых таких шагов, которые серьезно были восприняты некоммерческими организациями, это было реформирование конкурса президентских грантов. То есть мы знаем о том... Там огромные деньги. Там громаднейшие деньги, там 7 миллиардов рублей выделено только в этом году. Было много критики к той модели, которая была, которая реализовалась в прошлые годы. С 2008 по 2013 год на поддержку НКУ было выделено из бюджета 8 миллиардов рублей. При этом большинство грантов получили организации, контролируемые действующими или бывшими членами общественной палаты. И аффилированные к так называемым операторам грантовых конкурсов. То есть их, напомню, там было 8. 12 миллионов ночным волкам на новогодние елки, да? Вот, и поэтому, как бы так, первое решение о реформировании конкурса президентских грантов, оно было воспринято именно с точки зрения того, что меняется несколько концептов. И дальше некоммерческие организации, соответственно, задают вопрос, в какую сторону будут меняться. Здесь очень приятно мне, как представителю форума до соработника, часто говорить о том, что в основу новой модели президентских грантов, конкурса президентских грантов, как раз взята та модель проведения конкурса, которую мы разрабатывали фондом соработничества на протяжении 12 лет. Это модель электронной площадки с объективной моделью и открытой моделью экспертизы, и моделью сопровождения проекта вплоть до, там, не только окончания периода договора, но и дальнейшего сопровождения. То есть вот эта модель, которая была презентована непосредственно в администрации президента, она сейчас адаптирована и внедрена в рамках конкурса президентских грантов. И наш фонд, фонд соработничества, является, скажем так, коуч-оператором по продвижению конкурса президентских грантов на территории всей страны. Единственным? Да, мы имеем полномочия на то, чтобы этому обучать, этому рассказывать. То есть кроме нас непосредственно этим занимается только еще сам фонд президентских грантов и мы. Вот, поэтому вот... КОЩ, так скажем, это как раз учители есть. Да, да, то есть это учителя, это тренера, это консультанты, это эксперты. И там, не случайно, предположим, в рамках нашей работы фонда соработничества, у нас свой конкурс, это самый крупный небюджетный конкурс в России, это конкурс православной инициативы. У нас в числе тех же тренеров и консультантов выступают реальные эксперты этого конкурса. То есть те, кто занимаются экспертизой, они же непосредственно занимаются уже и так называемым коучем. Но, помимо всего прочего, и вот там мысли последних дней, потому что там в Москве постоянно идет обсуждение этих вопросов, заключается в том, что наведение порядков заключается не только в том, чтобы изменить сам конкурс. Речь идет о том, чтобы менять отношения со стороны власти. Вот сейчас мы прервемся буквально на полминутки на этом моменте и продолжим. Продолжается программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько. Своё особое мнение сегодня высказывает руководитель региональных программ фонда соработничества Михаил Курашин. Очень важная была реплика, сказанная до перерыва. Михаил сказал, что очень важно сейчас не просто научить НКО работать в новой парадигме, да по новым правилам, а изменить отношение власти к НКО. Одна из сторон как раз этой всей работы заключается в том, чтобы изменить отношение власти. И об этом президент говорил еще весной о том, что нужно заставить губернаторов перестать, ну дословно сейчас не процитирую, но в общий смысл заставить губернаторов перестать жать деньги для поддержки некоммерческих организаций. Что значит жать? Не давать? Не давать, не выделять. По остаточному принципу относиться? То есть речь идет о том, что сейчас, ну если чуть-чуть опять же отмотать назад, мы помним о том, как некоммерческими организациями на УРА была принята тема о том, чтобы определенная часть государственных заказов на социальные услуги размещалась в некоммерческом секторе. То есть НКО становились, скажем так, производителями этих социальных услуг на конкурсной основе. На практике это не сложилось. И здесь есть две причины. Одна из причин это, собственно, сама слабость НКО. И вторая причина это в том, что вот как раз там сжать деньги, то, что мы вкладываем в этот смысл. То есть за счет этого как раз и не происходило вовлечение НКО в реализацию государственных социальных услуг. И поэтому вот сейчас в рамках одного из проекта, который наш фонд реализует вместе с общественной палатой, вместе с общественным советом по развитию Дальнего Востока, с фондом президентских грантов, это как раз попытка сформировать иное отношение к вопросам поддержки некоммерческих организаций среди субъектов Дальневосточного федерального округа. То есть обкатываете механизм на Дальнем Востоке? Мы обкатываем этот механизм на Дальнем Востоке. Сейчас уже подготовлены предложения и там несколько уже практически готовых соглашений с главами субъектов о взаимодействии. Мы со своей стороны внесем туда технологии, мы внесем туда практики, мы привлекаем туда федеральные деньги. Они со своей стороны дают возможность создать полноценные ресурсные центры, которые помогают развивать некоммерческие организации и помогают реформировать собственные подходы в поддержке некоммерческих организаций. Потому что конкурсы и на получателей госзадания по социальным услугам, и грантовые конкурсы, которые проводятся на уровне регионов региональных или муниципальных властей, в большинстве своем несовершенны именно с точки зрения объективности, эффективности и результативности. И соответственно у нас есть сейчас задача помочь власти реорганизовать эти конкурсы. И я думаю, что в начале сентября во Владивостоке планируется Восточный экономический форум. Это одно из крупнейших событий Дальнего Востока, на котором примут участие и в том числе и руководители страны. И в рамках этого форума будут презентованы уже и те соглашения, которые будут заключены, и те результаты, которые будут получены к этому моменту. Возвращаясь к ресурсным центрам, все-таки что они должны из себя представлять? Нарисуйте нам картинку. Ресурсный центр – это центр, куда любой, даже не организация… То есть это все-таки какое-то место конкретное, да ведь? Не факт. Не люди, разбросанные по городу, как в нашем случае. Ну вот там по примеру… Какая площадка? Физически она как-то должна существовать? Это публичная возможность публичного обращения к конкретному специалисту, к конкретному эксперту, к конкретному консультанту. Да, то есть, ну вот, еще раз говорю, там на примере, предположим, Владивостока, там под собой ресурсный центр предполагает вот именно такой холдинг, где есть несколько… там есть и свой ресурсный центр достаточно локальный, есть несколько крупных организаций, фондов, которые обладают уже практикой, своей клиентской базой, технологиями обучения и так далее. То есть мы со своей стороны дополнительно усиливаем их методически, информационно, и мы будем наставить на то, что ресурсный центр – это в первую очередь тот, кто может помогать любому активисту, то есть в самой глухой деревне, там, любому активному жителю взять его идею и довести ее там до самого конца и замерить результат. Михаил, я как возможный потребитель, например, да, клиент такого ресурсного центра должна понять, к кому я обращаюсь, то есть при ком этот ресурсный центр? Либо это общественная палата, и в ней ресурсный центр, либо это правительство, и там ресурсный центр. Где он? Замечательный вопрос. Я думаю, что ответ на него содержится как раз в том, что это нужно будет уже, там, конкретно работая с каждым субъектом, понимать, кто является ресурсниками в этом субъекте. Я почему, предположим, Дальнего Востока, да, там вот такой вариант. Я, насколько знаю, предположим, в Новосибирске есть мощный, сильный ресурсный центр как единица, да, то есть как юридическое лицо, имеющее кучу подразделений по региону. То есть это другая модель. Если в третьей модели мы выясним, что ресурсный центр может выступать, и ресурсные люди объединены в общественной палате, и мы сможем организовать работу через общественную палату, привлекая туда экспертов, да, там, привлекая туда консультантов, то это будет ресурсный центр при общественной палате. Почему не привести к какому-то единообразию понятному? Это навредит процессу? Ну, для того, чтобы привести к единообразию, надо четко понимать, опять же, еще раз говорю, где на сегодняшний момент находятся ресурсные люди. То есть, к сожалению, там, последнее 20-летие взаимодействия НКО и ресурсников с властью привело к тому, что власть их не привлекала к себе. В результате они, ну, и, может быть, некрасивый термин, кучковались где могли, либо сами по себе, либо там при общественной палате, либо там где-то в каких-то других структурах. Сказать, что надо всех привести к единому знаменателю, в идеале, наверное, было бы правильно. Но для этого, опять же, там, если мы сегодня подойдем и, там, обратимся к власти, скажем, ребята, давайте создадим ресурсный центр, мы получим формальную еще одну единицу, да, там, которая реально не, там, востребована или не сможет привлечь к себе компетентных людей, в результате мы будем, там, иметь пустой выхлоп. По, там, Кировской области могу сказать, что эту тему в апреле месяце, если мне не изменяет память, поднимали на встрече представителей некоммерческих организаций в Рио губернатора. И в том числе поднимался вопрос о создании ресурсного центра. И что, услышали их? Я видела этих представителей НКО, они как-то у меня очень большим энтузиазмом выходили. Что вы скажете, Михаил? Я могу сказать, что, там, само по себе словосочетание ресурсного центра было услышано, да, там, и в Рио губернатора неоднократно, там, его использовал, общаясь. Был определенный, скажем так, такой выхлоп, резонанс в течение, там, какого-то месяца, когда говорили о том, что, да, действительно, там, вроде как, правительство готово сейчас пойти на то, чтобы, там, создавать ресурсный центр, но постепенно эти разговоры все сошлись на нет. Но самое интересное, что вот мы начали с возможного приезда президента, да, там, как раз первая информация о возможном приезде президента прошла буквально, там, через несколько недель после этой встречи, когда один из участников этой встречи, модератор этой встречи, да, там, сказал, что вот тут мы с вами тут нашумели, навыдумывали, да, и вот теперь вот ждем, что к нам приезжает президент, как раз для того, чтобы обсуждать модели и стратегии развития ресурсных центров в России. Логично? Достаточно логично. Вопрос в том, что мы, как бы так, дальше-то вот этой встречи никуда не ушли, к сожалению, да, то есть мы остались на уровне того, что, да, там, классная идея, которую можно было бы воплотить. Там, там, также без ответа осталось и, там, мое предложение о том, чтобы привлекать, там, некоммерческие организации через тот же ресурсные центры к экспертизе государственных программ, к прописыванию роли некоммерческих организаций в этих программах, для того, чтобы разделять ответственность за реализацию программ между государством и некоммерческим сектором. Ну, как бы так, эта идея тоже осталась пока на уровне, там, того заявления и на уровне разговора о том, что в Рио губернатор заявил о том, что, да, ему это интересно, и он хотел бы, там, в этом продолжать дальше разбираться. К сожалению, вот, там, вот этим все апрельским совещанием у нас, там, на сегодняшний момент все и закончено. А ведь спросит Владимир Владимирович, что у вас тут? Я думаю, спросит, а я вам скажу даже больше. Как у вас тут с ресурсниками, как у вас с активистами, с НКО, и что ему представят? Скажу даже больше, что буквально еще лет, ну, собственно, о чем мы говорим, когда еще Сергей Владимирович Кириенко был полпредом в Приворском федеральном округе, то есть в начале 2000-х годов, одна из таких перспективных тем, которая звучала на уровне полпредства, это была тема введения в критерии оценки эффективности деятельности губернатора, одного из критериев, это поддержка и взаимодействие с некоммерческим сектором. То есть вот с его уходом эта тема как-то ушла, но сейчас эту тему начинают обсуждать вновь. С его приходом снова. С его приходом, да. Начинают обсуждать снова. И это там, я считаю, достаточно правильная тема, потому что там можно сколько угодно пенять на то, что там не хватает денег и так далее и тому подобное, но живое общение, эффективное партнерство с некоммерческим сектором непосредственно руководителей региона и правительств региона, да, там, это показатель того, о чем думает власть. То есть там заявление и президента на встрече с НКОшниками, и Кириенко на встрече с молодежью говорит об одном. Они видят в некоммерческом секторе стратегический ресурс, который на сегодняшний момент недоиспользован. И нужно его поднимать, нужно его включать. И поэтому там появление этого критерия в том перечне, там, 30 с лишним, по-моему, критериев оценки деятельности губернатора, там, еще одного критерия, на мой взгляд, будет достаточно правильным и важным ходом. Ну а что вот, например, на данный момент, прямо сейчас, если вдруг сказал кто-то важный, Зайцев, вы говорите, да, сказал Игорь Владимирович Васильев, что вот прежде президент, посмотрите, что он тут наговорил несколько дней назад, что будет в ходе работы с губернаторами продвигать работу с НКО. Что мы ему предоставим? И ведь нужно предоставить, что у нас работа идет. Нельзя же сказать Игорю Васильеву, что работы с НКО у нас нет. У него есть ресурс? Что он может представить действительно? Ну, на той же встрече, которая была в апреле, предлагали нескольких, да, то есть вот там, то, о чем я говорил, да, о том, чтобы формирование реальных не просто общественных советов, а экспертных сообществ при государственных программах. Это раз. Второе, предлагалось все-таки возродить региональные конкурсы. То есть на сегодняшний момент, к сожалению, мы пришли к тому, что у нас, в принципе, на уровне региона конкурсов нет по поддержке некоммерческих организаций. Какие конкурсы при нашем-то бюджете? Ну, опять же, мы же с вами должны думать о стратегии, да, то есть мы должны думать вперед. И мы понимаем, что там это вложение, они могут там быть тяжелы для нас сейчас, но они там свою отдачу дадут, когда... У нас НКО, которых огромное количество недействующих, да, даже действующие, не заявляются на президентские прекрасные, гранты которых четыре волны. И, в общем, о чем говорило правительство предыдущее, что очень неактивные НКО, плохо работают с этим. И тогда были, вы помните, ресурсы, влиты правительством в то, чтобы научить, помочь составить документацию, получить эти гранты, и за один год в несколько раз выросло количество получателей. Все правильно. Хотя бы этому бы научить. Вот. И это там третья модель, да, то есть там к разговору о том, что мы уже могли обозначить власть в качестве, ну, по крайней мере, идей по работе, да, там, это все-таки создание школы НКО. То есть есть модели, есть методики, кому чего, есть возможность привлекать и федеральных преподавателей, тренеров. Ну, вот, если бы хотя бы вот эти там три позиции обозначили, я думаю, что, в принципе, и за этим обозначением пошли бы дальнейшие действия, в принципе, можно было бы говорить о том, что, да, действительно, там, региональная власть задумалась о работе с некоммерческим сектором. Там, если обозначить, будет обозначено что-то другое, там, ну, а что другое? Как бы так, показать две-три организации, которые у нас и, собственно, работают и без бюджетной поддержки, но это не работа власти с этими организациями. Это, скажем так, добрая воля самой НКО, там, дать возможность показывать себя как партнера власти и не более того. Привернемся сейчас на короткую рекламу, буквально две минуты, вернемся в студию с руководителем региональных программ Фонда соработничества Михаилом Курашиным. Продолжается программа «Особое мнение». У микрофона работает Светлана Занько. Своё особое мнение сегодня высказывает руководитель региональных программ Фонда соработничества Михаил Курашин. Мы говорим о новой парадигме в развитии взаимоотношений государства и некоммерческих организаций. Надо сказать, что, как мне кажется, вот эта история с тем, что на законодательном уровне буквально в ближайшие месяцы будут приняты изменения, которые определят статус социального предпринимателя и подведут базу под работу социальных предпринимателей, это тоже очень серьезный большой шаг вперед, вперед к развитому обществу. Потому что пресловутый Запад, который, хочешь не хочешь, на который мы все равно смотрим, по этому пути достаточно давно идет. И мало того, он еще такой исподволь пытался влиять и на нас тоже со своими различными грантовыми конкурсами. Я прекрасно помню, как это происходило. Даже в Кирове успели зацепить эту историю, по-моему, однажды социальным предпринимательством. И тогда, я помню распахнутые глаза молодых людей и не очень молодых людей, которые понимали, что они могут не просто считаться НКУшниками, волонтерами, которые без копейки денег решают какие-то социальные задачи, стоящие перед государством или перед их соседями, например, а вполне себе реально реализовывать себя и как социально ответственное лицо, и как предприниматель. Ну, начнем с того, что я сам был как раз воспитан вот в этой системе, которая только появлялась в России. Это система проектной культуры, грантовой, которая продвигалась иностранными благотворителями. И могу сказать, что то, что было сделано иностранцами за период с 1995 по 2005 год, это, собственно, все, что на сегодняшний момент и есть некоммерческий сектор. Все, что наше государство делало после этого, даже близко нельзя сказать, что это помогло развивать существующую систему. Может быть, это не совсем патриотичное заявление, но, с другой стороны, это заявление человека, который знал изнутри и систему работы с рубежных благотворителей, потому что я был не просто грантополучателем, я с ними работал достаточно плотно и знаю, как работали эти фонды, и знаю там, ну, сейчас можно там все, что угодно говорить, какие были программы против России, какие были там за Россию, и я знаю там большинство конкурсов, которые там рождались в России, и чем это все завершалось. То, что касается разговоров о социальном предприятии, да, это тема правильная, но это там тоже не новая тема, это тема там 10 с лишним лет. Да, но закона даже не было, которым вы сказали. Я могу там сказать о том, что когда в 2000 году, опять же, полпред Кириенко в Приволжском федеральном округе объявил о конкурсе ярмако-социальных и культурных проектов, да, там первое, что было сделано, это была поставлена задача организовать работу с бизнесом по привлечению их в софинансирование этих проектов. И это был бизнес и федеральный, и бизнес региональный. К сожалению, там в Кировской области, и почему, может быть, там этот проект у нас там ни шатка, ни валка существовал, а работу с бизнесом никто не проводил. И мы, соответственно, оказались в ситуации такой менее привлекательной по сравнению с другими регионами. Дальше тема развивалась, и я могу сказать, что на сегодняшний момент фондом с работничеством реализуется множество направлений, множество конкурсных программ, которые направлены на то, чтобы привлекать партнеров, финансовых партнеров как со стороны бизнеса, так и со стороны простых граждан. То есть это и краудфандинговые площадки, это и конкурсы, оригинальные конкурсы по совместному софинансированию, в частности, на Дальнем Востоке сейчас идет окружной конкурс «В добром крае добрые дела», где это не просто грантовый конкурс, когда там собрали заявки, условно говоря, и там организации дальше сидят, ждут, кто там будет объявлен победитель, а там фонд просто передает деньги. Там есть один из ключевых этапов, это когда заявитель должен в течение определенного промежутка времени, в течение двух месяцев провести самостоятельную работу по привлечению средств под свой проект. И если он набирает там за два месяца 50% от той суммы, которую он заявил, там вторую часть суммы он получает. Стимул достаточно мощный, и это стимул в том числе для тех социальных предпринимателей из числа и бизнеса, и простых граждан, которые действительно там видят реальные дела и готовы эти реальные дела поддерживать. Там есть опыт других регионов, когда там, ну я этот опыт рассказываю, когда мы в Забайкальском крае запускали подобный конкурс, нежданно-негаданно обнаружился человек, живущий в Канаде, который зашел на этот сайт, на эту площадку, увидел эти проекты и просто-напросто решил выделить 400 тысяч долларов на поддержку всех этих проектов. И это случается сплошь и рядом, на самом деле. И это сплошь и рядом. В иностранном мире. И даже у нас сейчас. И даже у нас, потому что там те же региональные конкурсы в ряде регионов наших показали, что благотворительными пожертвованиями или социальными предпринимателями выступают не только жители этого региона или этого города, а и из других регионов активно идут. А эти канадские деньги можно было взять в связи с нынешней ситуацией о иностранном финансировании? Ну, это юридический момент, который, в принципе, не противоречия законодательству, был отработан. И реально организации получили эту поддержку. Поэтому вот как раз разговор и в том числе вот этот конкурс, дальневосточный конкурс «Добрый край. Добрые дела». Мы говорим прямо о том, что да, есть федеральный бизнес, который будет участвовать в этом проекте, но в то же время, опять же, мы предлагаем региональной власти подумать о том, как привлечь региональный бизнес под это дело. А он есть. И на примере того же Владивостока я могу сказать, что наиболее успешные ресурсные организации, ресурсные центры созданы на базе именно двух частных фондов, двух частных людей, которые, да, имеют свои какие-то политические задачи, политические амбиции, но в то же время это не фонды однодневки, которые у нас привыкли за полгода до выборов. Это фонды, которые работают уже на протяжении нескольких лет, и они реально через грантовые механизмы или через другие механизмы оказывают финансирование различным проектам, не каким-то своим, опять же, как у нас любят, аффилированным организациям, а реально активистам из глухих деревень. Они проводят под это школы, они проводят информационные акции. И это все на самом деле говорит о том, что тема социального предпринимательства, тема востребованная и живая. Но, опять же, чтобы ее не потерять, ее нужно сразу интегрировать в некую цельную систему. Вот мы опять возвращаемся к разговору о цельной системе, да, то есть о том, что вот эта система поддержки инфраструктуры, поддержки некоммерческих организаций, система коммуникаций между властью, социальными предпринимателями, НКО, жителями и так далее, она должна быть создана и она должна функционировать. Я знаю два примера таких ярких, которые сейчас приходят ко мне на ум. Первый пример из Пермской области, а другой пример из Гааги. Пермская область засветилась тем, что у них несколько лет назад было принято решение, что как раз социальная услуга, которая оказывается пожилым людям, малоподвижным людям, людям, которые требуют послеоперационного ухода и так далее, вот там как раз правительство отдало ее, эту тему, организации социальному предпринимателю, который практически всю вот эту вот отрасль забрал под себя, и у него работали высококвалифицированные, хорошо оплачиваемые сотрудники, и практически это было два года назад мы эту тему поднимали, практически чуть не 100%. Но за год они с 70 до 100, вот за год нашего общения подняли, охватили весь Пермский край. Практически не было проблем с тем, чтобы ухаживать за стариками даже в домах престарелых. А у нас эта проблема по-прежнему стоит очень остро. И вторая тема, которая по социальному предпринимательству тоже меня удивила, я была далека от этого, это прошлый год, Гаага, весна. Нас возили специально в самый неблагополучный район Гааги, где живут переселенцы из Азии, из Африки, где самый высокий процент криминала. И нам как раз рассказывали, приводили такой пример, где был старый детский садик, у них есть свободные детские садики, невостребованные, был отдан вот этим социальным предпринимателям, которым главная была задача декриминализировать максимальное количество населения, которое окружает этот садик. Они привлекли за один год около ста семей, которые теперь собираются в этом центре, у них совместные праздники, у них еще вот эта популярная тема высаживания огородов, чтобы понять, как растет еда для детей. Мало того, они за год приняли решение, продвинулись в том, что они послали запрос в муниципалитет Гааги, получили 4 гектара земли около Гааги для того, чтобы выращивать газонную траву. И мало того, они мне сказали, что на следующий год у нас есть планы получить 2 миллиона прибыли, потому что они собираются все Нидерланды, все Нидерланды этой своей газонной травой засеять, и у них есть к этому перспективы. Ну, то есть вот для меня вот это понимание того, что такое может быть социальное предпринимательство, как оно может быть реализовано. Как оно может быть реализовано. Муниципалитет сам предлагает, он сам, у него есть вакансии, у него есть там, возможно, разработанные проекты, есть специалисты, которые принимают тебя с твоими идеями, и они заинтересованы в том, чтобы люди это продвигали, потому что снижает криминализацию населения, алкоголизацию населения, дает возможность заработать на том, что нравится. Ну, вот и на этом фоне можно говорить о том, что есть в Кировской области замечательный многонаправленный проект «Право на творчество», которому до сих пор непонятно место, хотя это тоже пример социального предпринимательства. Верно. Да, то есть, но там сказать о том, что это элемент... Это больше волонтерский какой-то просветительский и благотворительный. Да, что это может быть оформлено как некое там госзадание, госзаказ, да, там никто об этом разговор не ведет. Да, это там на сегодняшний момент, это такая волонтерская идея отдельных предпринимателей, которые там готовы привлекать средства, аккумулировать средства и действительно эту работу организовать. Вот там живые примеры. Социальное предпринимательство, мне кажется, замечательно в Кировской области. Вот с чего в городе Кирове можно было бы начать? Это создать некую структуру или дать возможность создать структуру по управлению и развитию парков и скверов. Ну, об этом ведь тоже разговор идет достаточно давно. Даже там лет, наверное, 10 назад я даже готовил концепцию для презентации на городской думе о том, как нужно создать. То есть, по примеру, опять же, ну, сейчас пример, это там дирекция загородных лагерей. То есть, там речь шла тоже о создании некоммерческой организации, которая бы аккумулировала вокруг себя все парковые зоны и занималась там реально их развитием. Ну, там, да, это... Но мы к этому придем, никуда не денемся. Вопрос в том, что мы к этому придем. Вопрос в том, останутся ли у нас еще к этому моменту парки и скверы. И вот, к сожалению, именно на этой фразе придется нам поставить точку в нашей сегодняшней программе. Напоминаю, это было особое мнение. Его высказывал сегодня руководитель региональных программ Фонда соработничества Михаил Курашин. У микрофона работал Светлана Занько. До свидания. До свидания. Особое мнение на 101FM.